Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую! С вами Федором Рауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка. В течение этой программы посмотрим, что на фондовом рынке, что внутри дня на форексе и также посмотрим на крипто рынке, что там произошло с прошлого раза и какие будут у нас прогнозы на будущее и насчет внутридневной торговли по разным инструментов форекса, стоп-маркета и также крипто рынка. Начнем с экономического календаря и разберем новости тоже в целом какие у нас есть некоторые акции о котором говорили вчера посмотрим их движение сегодня и по поводу кстати новостей как вы видели со вчера случился довольно такой хороший обвал на фондовом рынке S&P 500 обвалился с максимумов он и кстати ходил по факту уже вниз от максимумов но прорвал локальную поддержку и спустился до 4500 который кстати является отметкой довольно такой психологической что ожидать дальше после ретеста вот 4500 вы наверное уже догадываетесь такая ситуация была и на крипто рынке очень резкий обвал вчера случился такое было снятие ликвидности по всем секторам по факту и на фондовом рынке на крипто рынке и единственное что есть на фон на новостном фоне сегодня целом касательно сша и касательно кстати великобритании относительно тоже можно говорить о том что по поводу дальнейшие стимула в сша немножко есть то есть одобрение стимула немножко есть какие-то какие-либо опасения об этом пишут аналитики на fx 3 и в целом по поводу снижения голдман саксом прогнозы по ввп сша которые случились второй раз в за последнее время в этом в этом сезоне уже второй раз они занижают по факту прогноза на ввп сша и касательно великобритании о том что борис джонсон повышает налоги это уже то что планировалось и в сша просто еще не перешло к действию вот этот закон о повышении налогов в китае уже давно кстати это действие якобы пузыри да раздуваются они просто уже снимают это напряжение напряжение высокой инфляции но чувствуется что она происходит уже и исходя из этого новостного фонда может делать один вывод что возможно возможно уже начинается тот спал о котором говорили сегодня кстати есть еще одна новость релиз на экономическом в экономическом календаре сегодняшнем который может тоже относительно помочь дальнейшему такому ослаблению в целом на рынках или же продолжение вот той консолидации который сейчас может начинать происходить и на фондовом рынке и на индекс доллар экономический календарь сегодняшним на сегодня на самом деле один важный релиз на который стоит обращать внимание дальше там по канаде есть релиза но они по-своему будут влиять они не очень-то сильно будут влиять особенно исходя из того что они все нейтральные и по факту на доллар канада больше всего влиять ценообразование нефти поэтому берем во внимание только новость из сша числа открытых вакансий на рынке труда который мы видим идет на снижение и в продолжение целом в продолжение ухудшения ситуации на рынке труда сша который еще начал с прошлой недели все что сейчас происходит довольно можно сказать что-то в тренде того что уже еще началось прошлой неделе то есть да мы говорили что якобы этот позитив вроде бы присутствует и на крипто рынке тоже но к сожалению новости которые вчера вышли были на самом деле не очень хорошим не очень хорошим особо на и погодную саксу который понизил прогнозы на вывок из сша и также по регулятору сша которая еще позавчера позавчера ночи или же вчера рано рано утром это новое слышно о том что секс предупреждает о том что инвесторы на крипто рынках должны быть осторожны потому что приближаются возможности вероятность того что будут какие-то мошеннические действия на крипто рынке вероятность его очень сильно увеличивается об этом кстати сегодня поговорим тоже на эфире другом эфире по поводу крипто рынка и вот мы видим что по факту раздулись и и биткойн и крипто рынок в целом и s&p 500 то есть фондовый рынок сша тоже пройдем сейчас технический обзор проведем по тем графиком с которыми работаем с фондового рынка начнем s&p 500 и dow jones единственная хорошая новость по s&p 500 на котором можно акцентировать внимание что ну она уже приближается если вы покупатели то скорее всего она приближается к зеркальной отметке относительно такой зеркальной отметки который может кстати отрабатываться здесь приблизительно в районе 4500 но трудно назвать зеркальным возможно на будущем 100 100 станет зеркальной отметкой относительно зеркальная не очень сильно но психологическая 4 4500 психологическая отметка самая ближайшая психологическая отметка может ли цена притормаживать снижение может может ли продлить снижение до последующей цели тоже может но в целом нужно обращать внимание на маленьких мелких таймфреймах посмотреть что происходит со свечами ну локальный минимум прорван импульс очень большой очень сильный и вблизи психологическая отметка ставить на последующие снижение сильное снижение ближайшее время не очень логично но возможно она будет продлиться стать как только начнется американская сессия да а так во время европейской сессии возможно мы увидим проторможение спада снт и по должности тоже кстати тут линия тренда тестируется вот со вчерашнего дня поджатие к локальной поддержке снижение ниже основной поддержки которые здесь и столкновение с линии с линии тренда и мы видим что на мелких таймфреймах астана остановилась остановился спад может быть это сигналом того что цена может течение дня притормаживать снижение а потом с началом американской сессии сделать какой-то восходящий импульс потом продлить свои снижения исходя из этого и скорее всего по доллару ситуация приблизительно может быть соответствовать то есть доллар продолжает свою свой рост со вчера и как вы знаете обратная корреляцию мы берем во внимание обратную корреляцию доллара с с индексами фондовыми индексами связи с инфляцией и в целом по поводу индекса доллара тоже может продлить свои снижения коррекционная но затем скорее всего он развернется вверх и продлить свой рост тут потенциал роста есть не очень импульсивно это движение умеренный рост тоже похоже на умеренного роста и мельком посмотрим на облигации которые к сожалению падают и прямая корреляция конечно же в облигации сша с долларом сша и в случае есть ли технически тут есть намеки на разворот цены на облигации то ну до половины предыдущего импульса то есть 133 скорее всего можно могут цену по соответственно ну есть потенциал нисходящего движения и у индекса доллара но в течение европейской сессии скорее всего с началом американской сессии возможно импульсивно движение будет продолжаться затем развернется были сегодня некоторые нямёки на никей японского индекса фондовый индекс о том что поджимается к максимумам и возможно его рост будет продолжаться поскольку происходит укрепление над психологической отметкой 30 тысяч поэтому тоже на этом обращайте внимание как там себя чувствуют китайские индексы тоже относительно просели но не настолько сильно как американский фондовый рынок как вы видите связь полностью потеряна и с золотом то есть у фондового рынка сша и золотом и с рынком китая то есть корреляция полностью потеряна но в целом да то есть на китайском рынок и китайском фондовом рынке ситуация более менее лучше кстати возможно причина в том что китай на самом деле запускает свою новую биржу гонконгскую свою собственную и возможно реально многие инвестора просто готовятся к тому чтобы закупить очень 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 дешевый китай который сейчас на самом деле является довольно дешевым и просто деньги переливаются в китай обратно то есть причина может быть в этом то есть одна из причин на самом деле может быть открытие нового новой гонконгской на гонконгской биржей которые уже кабину китайской до про китайской и исходя из того что на самом деле китайские фондовые индексы показывают довольно хороший рост и америка немножко просел тут можно самом деле делать вывод что еще вот другая сторона вопроса может быть на самом деле в этом том что самом деле просто переливается фиатные деньги с одного сектора с одного рынка другого в другой рынок вполне может быть причина в этом тоже по поводу форекс рынка вводы евро по поводу фунта они кстати отбиваются от линии тренда какого-то а нет у нас по евро поддержка локальная протестировалась и возможно мы ждем дальнейшего разворота и роста имейте ввиду есть ли выше 1.1860 не поднимемся то это просто коррекционный рост и дальше у нас снижение то есть нужно дождаться укрепления на 1.1860 здесь выше не поднимемся то это скорее всего будет ростом который просто является коррекционным и по фунту тоже приблизительно такая ситуация 1.38 так и остается наша отметка нашей важной отметкой мы вчера зашли ниже него протестировали его еще раз но сейчас идем дальше мы пока не поднимемся на 1.38 скорее всего снижение может продолжаться сейчас то типа евро и по фунту очень классно видно можно лимитными посел лимитными посел можно тут очень классно работать но с маленькими стопами кстати тоже относительно и тут есть просто отметки сопротивление ближайшие от которых но в зеркальная кстати отметка и по евро и по фунту диапазон такой зеркально который можно воспользоваться целью активизации сел лимитов с маленькими стопами довольно такими вот то есть больше смотрится такая картина по австралийцу соответственно тоже и по новозеландцу тоже то есть дождаться кстати австралийц новозеландец вообще показывают что особо и не хотят вырасти поэтому если даже посел лимиту по австралийцу или по новозеландцу мы работаем извините австралийц и новозеландец то лучше скорее всего активизировать их где-то в середине вот этого импульса над максимумами скорее всего можно установить стопы друзья иметь ввиду что все что говорится в этих обзорах это не рекомендации к действию это просто мнение о дальнейшем ценовом движении дальше золото защитные активы серебро который кстати тоже падают консолидируются мы видим что на спаде фондового рынка золото просто консолидируется он не растет картина относительно можно назвать потерянным несмотря то что ввоз раз там две недели выходит и говорит об опасении ковида о том что ковид точно также какие птичий грипп пришел чтобы с нами остаться и так далее об этом заявили недавно несмотря на вот эти заявления воза он тоже не растет и мы видим что сила вакцинации гораздо выше гораздо больше в израиле кстати в этот раз исходить из-за того что вакцинация была очень сильной продвинута очень большим количеством смогли вакцинировать почти все количество населения в этот раз карантинов по факту не будет там до британии например тоже возможно что их не будет из-за продвижения вакцинации в сша возможно будет да например возможно будут закрыть и опять же это тоже под вопросом потому что шай немножко отстает это именно вот касательно тех рынков которые могут каким-то образом повлиять на движение форекса и фондового рынка но по золоту и по серебру к сожалению тут насчет роста короткосрочного можно говорить на так среднем сроке нет не смотрится ситуация тут конечно есть своего рода фигура разворота не удавшийся размах и на серебру тоже относительно есть поджатие к локальным сопротивлениям но если будет импульсивный рост не ставьте большие деньги на последующий рост то есть приблизительно 1800 пусть будет 1800 . 1805 пусть будет максимальным наверное тейком целью того чтобы вы забрали по золоту в случае если покупать и локальный 2460 по серебру которая тоже кстати завышена на самом деле может до этого не расти до этой отметки по серебру джейбе вай сейч эф они все коррекционно падают скорее всего доллар будет дальше расти по доллар франка по доллар евро франка и по доллар японца а то скорее всего можно дождаться последующего роста тут тоже лимит бай лимит скорее всего будет самым лучшим выбором для ближайшей торговли на доллар и иене доллар евро франки и доллар франки нефть протестировала со вчера кстати линию тренда отбивается одни очень довольно хорошо и поддержку которую мы обозначили вчера она протестировала 68 67 60 протестировала именно эту поддержку развернулась ниже этой поддержкой конечно же не продаем пока находимся выше этой поддержки соответственно вероятность дальнейшего роста высока 69 69 40 последующей цели по нефти в случае если что россия увеличивает объем или запасов или экспорта или просто выкачки нефти поэтому нефть может нефть под давлением политики и садовской аравии и россии всегда может падать но с другой стороны есть другая политика в этих двух стран который может играть в хорошую сторону для ценообразования нефти то как они поддерживают иран политику ирана с целью разработки продвижение в ядерной сфере и в случае если не будет ядерной сделки сша то цены на нефть могут резко вырасти поэтому это спекулятивный момент уже существует нужно на него обращать внимание и конечно же пока нефть слабы usd канадец растет но этот импульс ближайшее сопротивление историческое я бы не ставил на дальнейший рост можно забрать спекулятивно очень по скальперски но дальше скорее всего мы ждем консолидацию по usd card основная поддержка наше сопротивление 126 60 скорее всего диапазоном можно брать его 126 32 660 этим диапазоном пользоваться для того чтобы снова войти в рынок скорее всего в покупке если не будет дальше падать это у нас по usd card по доллар канадец если нефть не будут падать дальше то тут можем получить разворот среднесрочный хотя бы до половины этого импульса если нефть будут расти там до семидесяти шестьдесят девяти там шестьдесят девять шестьдесят семьдесят рынок крипты мы сегодня разберем более подробно и по поводу него мы тоже кстати говорили не смотрится хорошо уже не смотрится хорошо смотрится не очень хорошо несмотря на этого даже на это из тени несмотря на то что сорок две тысячи сорок пять тысяч протестировались то есть точнее приблизительно там сорок три тысячи возьмем в среднее значение 43 тысячи протестировалась несмотря на это не очень хорошо смотрится и эфириум тоже не очень хорошо смотрится канал пробит давно пропит хотя нет со вчера пробит и людей с поддержкой которым можем еще поджиматься в ближайшее время он будет еще раз припугать я так думаю вероятнее всего есть и китай начнет падать снова или консолидироваться фондовый рынок китая и в целом азии потому что япония тоже растет возможно что амплитуда восходящая вернется крипте и фондовый рынок сша исходя из последних последний корреляция который который было создано на рынках то есть мы видим как китай начнет расти и внезапно сша начинает сша и криптовалюты вместо начнет падать да будет был какой-то определенный новостной фон но вы сами понимаете что новостной фон и в итоге это просто инструмент а причина причины денежных транзакциях которые происходят друзья спасибо что посмотрели этот рефер он получился длинным решал мне надоел спасибо что комментируете спасибо что лайкайте наше видео не забудьте подписывайтесь на наш канал наше пола есть много больше большое количество контента который вам будет нужен для дальнейшей работы то есть разный обзор разных трейдеров разных аналитиков поэтому не забудьте обязательно подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе у нас бывают живые трансляции тоже от александра махалыча герчика от сергей заботкина и виктор макеева которые возможно будут вам интересны до следующей встречи до завтра всем хорошая торговля пока пока а